Так, мы уже, кажется, в эфире. Сейчас подождём первых наших участников. Дорогие друзья, с вами онлайн-школа «Русская роспись». Я тут за кадром. Татьяна, руководитель, администратор, помощник. Привет всем из солнечной крымской обувки. Друзья, мы сегодня продолжаем нашу рубрику в гостях у наших учениц. У нас такая рубрика давно когда-то была, и вот всё никак не удавалось её продолжить. Наши ученицы все талантливые, не только росписью занимаются, поэтому мы сегодня покажем работы нашей Киры и кусочек мастер-класса Зинаида Владимировна. Ей персональный. Мы рисовали вчера на планере. Рисовали зарисовки, и сегодня будем дорабатывать. Зинаида покажет, как их довести. Да, сейчас у Киры работа, она занимается наборной росписью у нас. И Зинаида ей выдавала обратную связь по её работам. Тут у неё есть работа и не только наборной, и наша прекрасная норвежская, и даже по-жёстому. Да. Замечательные птицы Киры, вот эти два свиристели. Это свиристели же? Да, да, свиристели просто я увидела в интернете картинку. Я сама нарисовала, а вот это уже по урокам Зинаида птицы наборная росписью. Вот яркая, красочная история. Ну, а сама Кира у нас уже мастер в китайской живописи. Сейчас я даже покажу её работы. Посмотрите, какие прекрасные. Прекрасные. И ещё печать на зимородке есть «Лучи жизни». Сейчас я покажу. А на уточках печать… Сейчас я покажу, секундочку. Может, у вас не очень… Это личная печать. А на уточках печать счастья. А на курочке какое-то… А на курочке это имя, да. Имя, ой, какое интересное. Этые печати вырезались в Китае, когда я была в Китае. Да. Имя… Ира была… Я была… Я была… Я была… Я была… Я была… Я была… Путешественница была во многих странах, связана с работой её. Такое вот путешествие. Да, и потом заинтересовалась русской росписью. Так. И жизнь. Вот такие вот чудесные работы были у Киры. Вот это сосна. Какой прекрасный дом. Это дом у Киры. Её родовой дом. Здесь её родители. Посмотрите, видно море. Но самое ценное, что это дом, в котором она жила и провела детство. Её родители это жили. Это так редко сейчас встречается. Я хочу вам показать вторую комнату, кухонку. И самой красотой здесь – это сосна. Посмотрите. Под окнами вот эта сосна. Просто… Пейзаж чудесный. Кира приглашает здесь, у неё снимают на лето, приезжают жить здесь на стену. Мы с вами посмотрим, что она и покажет. Так. Мы с вами посмотрим, что она и покажет. Синтетика. Какие только есть, металлическая колпачок, вот кисты. Во времена Советского Союза все кисти. Их никогда не мочит. Как проверяется кисточка. Берётся кисть беличья, сухая. И вот так ставится. Вот так. Вот так. Есть в ней весь ворс ровненький. И если… Как стаканчик с мороженым, это кисточка в росписи. Кисточки, которые набраны, какие бы они ни были дорогими, но набираются они вот так. Вот как эта кисточка. Альбатрос, профи, третий номер, белка. И это брак. Ну, это для росписи не годится, да? Это не годится, но для росписи совершенно. Буквы писать годится. Стены дома или забор. То есть она… Ровный, да? Да, ровный, да. Она очень хорошая. Мне она очень понравилась. Но, если мы посмотрим, то мы увидим нижние, очень коротенькие. И длиннее кисточкой. Сейчас я продемонстрирую вам. Очень хорошо ведет тоненькую линию. Но стоит только ей сделать какой-нибудь заворот. Ну, мне тяжело сделать это плохо, потому что у меня уже рука-то поставлена, я кисточку чувствую. Но для ученика эта кисточка очень тяжела. Почему? Потому что она будет в основном делать элементы не пузатенькие. А, ну, вот как мы здесь показывали сейчас. Ну, чтобы вам показать. Вот эти травинки, да. Да, вот травинки будут вот такими. Вот такими, видите, вот. Как бананчики, да? Как бананчики. Да, вот. Но прилавиться к этой кисточке можно. А вот эта кисточка уже никак не годится. Даже, да. Вот, смотрите, как уже Кира мастерски справляется с этим заданием. Ну, тут у нее вообще безопречно. Единственное, что они не должны соприкасаться. Небольшой момент. И здесь элемент, который нужно подправить. Это кисточки. И самая пузатая часть здесь. И напоминает нам рыболовный крючок. А на самом деле у нас ромбик и только крючок. То есть вот так и вот так. То есть пузатая вот здесь. Понятно, да? А здесь как капелька и с хвостиком. Понятно? Только чуть-чуть. Это потому, что кисточка такая была, да? Надо было привезти наши кисти. Вот. Для Киры. А вот никто не написал. В общем, Анна Кира теперь к нам приедет. Да, Кира. Теперь она придется за кистями к нам в гости приехать. Да. И за кистями надо будет приехать. Обязательно. Конечно, нам кисти все нужны. Но если мы смотрим на беличьи хвостики. Я здесь его нарисовала. У меня есть серия беличьих хвостиков, которые у меня хранятся сейчас. Могу сказать, что вот из этой белки, вот с этой стороны кисти не делаются. Но сейчас художественные фабрики, они цельно этот материал не выкидывают. Они делают ученические кисти. То есть они мягкие, длинный ворс, такой мягкий. Вот. Самый лучший ворс вот отсюда. Вот этот вот. И лучше всего, который ближе вот сюда к окончанию. Самый мелкий вот этот. Тоже его не выкидывают. Тоже выпускает дело. Они не годятся. Да. Такого, да. Дальше. Бельчий ворсик состоит из натуральных ворсинок, из остевых. Остевые ворсинки толще, и они как оборванные. Да? Вот как будто бы толстые такие. Видно, да? Поэтому. О чем это говорит? Что вообще-то забой белки ведется не во время линьки, в определенное время года. А сейчас этого, ну, технология это уже утеряна. Поэтому бывает, когда кисточка вылазит, значит, белку забили тогда, когда... Когда забили. Да, когда забили. Да. И вот эти остевые волосы, их особенно много, когда она зимой. Такой зимус. Вот что могу сказать. По кистям хочу сказать, что у нас... Мы сейчас вынуждены сменить поставщика. Мы же продаем кисти, вот те, которые подходят. Еще и каждую кисть Динаида, если есть остевые, обрабатывает. Чтобы не было общественных полосков. Обратите внимание на фирму Альбатрос. Вот синтетика, имитация белки. Посмотрите, как она набрана. Вот, видите, как. Вот, естественно, что она будет для росписи идеально. И для жестов она хороша будет. Вот Альбатрос, имитация белки, серия хорошая. Но у них нету двоек, тонких кистилов. Тонких нет. Но самый лучший в Альбатросе, это фирма, которая выпускает под... Да, Байкал. Белка. Единственное, что номерация у них не наша, международная. Поэтому делим пополам. Это пятый номер. Ковыргелька, это размер. Там внутренний диаметр 5 мм, значит пятерка. Значит, вот эти самые лучшие кисти на данный момент, на сегодняшний момент, именно из белящих кистей. Но только шестерка, восьмерка, десятка и двенадцатый. Да, меньше не брать, потому что они вот такого вот плана вам, вот они придумывают наши. Но у нас сейчас меняется поставщик. Да. Вот. А также вот мы посмотрим сейчас, полюбуемся, работаем. Рисовала акварельные зарисовки. Посмотрите, пожалуйста, какая хорошая бумага. Две. Вот плотненькая, да, Ольники? И вот она с натуры рисует при помощи линера. Акварельные, да? И акварельки, да. Какая красивая, яркая акварелька. Так, конечно. Как эти цветы называются? Ароника. Ароника. Ой, какая прелесть. Какая бабушка. Ну, все равно мы смотрим. Потому что здесь стичка хорошенькая. Ой, какой хорошенький. Это, наверное, новогодний сюжет. Да? Давайте посмотрим. Ирисы. Ирисы. Смотрите. Нет, нет, это акварель. Акварель, а печать личная, да? Да, ну, и так оформлено. Да, это вот так. Это у меня в саду цветут в январе. В январе цветут. Представляете, цветы вот такие. О, Господи. Красозвание. Это с натуры. Ой, какая. Да. Растет в огороде. Это в огороде. Да. Да. Ой, какая красивая работа. Это вот медуза. Вот тут. Да. Все, наверное, все. Посмотрим. Это с мастер-класс. Это посмот... Ну, и... Растет в огороде все. Ой, какой хорошенький. Страшно. Прелесть какой красивый. Да. Да. Будем завершать нашу сегодняшнюю работу, вчерашнюю работу на пленэре. У нас год... У нас не удалось снять на море. Один у водопада на стене в нашей группе есть, как мы рисуем, из натуры водопадик в парке, в Ранцовском парке, в городе Аутка. Значит, эта работа уже немножко не завершена из-за дождя. Благодаря этому дождю... Немножко затемнило скалы, но они на самом деле темнее, чем вода была. Эту работу я не буду трогать. Конечно, можно добавить здесь птичку. Кстати, там была такая красивая птичка. Белила. И можно было бы эту чаючку нарисовать. Тогда была бы соразмерность этих камней, видно. Можно было бы, превратилась бы. Вот. Тоже. Свесив ноги над морем. Да, свесив ноги над морем. Да, вот это работа с камнями. Что? Водопад можно процарапать. Сейчас в сторонку уберем. Сработать работу. Если у вас очень нежная работа, то ее можно доработать. Во-первых, чуть-чуть добавь акварели. Чуть-чуть. Почему? А во-вторых, можно доработать линером. Либо пастелью, либо цветными коронавирусами. Я взяла... бумага плотная. Я водичку процарапываю. И вот мы получаем действительно такие вот... Много нам не надо, потому что мы можем это как бы... Пере лучше не доделать, чем пере. Вот. И берем карандашик и где-то тонируем. У меня угольный карандашик. Где-то я добавляю тон... Можно также брать карандаши пастельные. Я их очень рекомендую. Вот у меня даже здесь еще по случаю есть... Лубкинский парк. Какой парк, как называется, Кир? Да, вот Зинаида Владимировна сказала, что наш Воронцовский парк очень похож на парк Монрепо. И я, Лубкинский парк, сделан по такому же плану. Ух ты! Это парк, ландшафт образования Лубкинского парка. Да, вот телефон как... Это вам? Значит, мы добавляем карандаши, показываем эти карандаши, показываем вот эти кривы. Курлога, не знаю, как можно выкварили, еще подошли. Да, вот как можно выйти из любого положения. И поэтому самое важное, это начать рисовать. Начать рисовать. Пусть сначала вас не устает, но учтите, что вы дома, потом, с свежим глазом, можете добавить, что у вас будет вам, ну, радует ваш глаз. Здесь тени показать, и где-то и травинки надеются изящные. И работа приобретает абсолютно такой законченный вид. И глубину, появляется глубина, все. Задний план мы не работаем, потому что у нас задний план, но только здесь травинку можем показать. Они наверху, как шапочка такая на этом камне. Вот, был бы у нас зеленый цвет, мы бы немножко зеленым добавили, но я листья немножко добавлю в тесневых частях, вот фиолетовым, лиловым цветом. Поскольку лиловый цвет при солнечной памяти, при сером камне максимально подходит нашему пейзажному видению. То есть мы можем вот эти цвета сменять и при помощи пастыли. Вот теперь мы видим наш водопад, камень, и все становится на свои места. Понимаете, да? Если мне Кира разрешит, даст какую работу, мы немножко доделаем. Но просто я показываю всем. Да, это я рисовала. Вот, значит, Кира, с своей добротой сердечной, мне доверяет доделать вот этот вот водопадик. Я буду хвостом шкрябать. Мне хотелось, чтобы сверху тоже водичка была. Да, да, да. А, это вы там сидели, видели, а я сверху не видела. Да, она сверху льется. Да, да. Вот мы сейчас ее здесь ими. А вы рисовали бумаги с обратной стороны. Я волновалась. Ничего, ничего. То есть я думаю, что так не шкрябается. Оказывается, немножко бумага. Обратите внимание, акварельная первая. Вы ее можете достать из папки и нечаянно перейти. У меня было сотни раз. Кира, не стесняйтесь. Я так же балда бываю иногда. Я, честно признаюсь, не подумала. Ну, откуда вы знали? У вас опыта в этом плане. Как же вы, как говорили, рисовала? Нет, она рисует на рисовой бумаге. А, да. У нее же какая бумага искусная. У нее бумага тончайшая. Это же совсем не такая бумага, как мы у нас рисуем. Например, бумага, которая используется для гумбе, называется крылья цикады. Вот так вот, видите? Крылья цикады. И, конечно, акварельная здесь. Вот мы немножко дадим... Значит, что я буду сейчас делать? Я буду показывать камню нашему, рельеф камня. А то вот эта часть не очень понятна, что камня такая вот здесь. Вот такая история. Мы ее сейчас нарисуем. Грани. Вот, да. Вот эти грани, они очень помогают увидеть, как здесь у нас дерево немножко. Мы его делаем. Работа хорошая. Ну, мы же сделали рисовку, наброски с натурой. А эскиз. Да, да, да. А еще, должна сказать, очень важно, почему использовать, рисовать с натуры. Потому что мы, вот это впечатление, оно остается на бумаге. Оно остается. И вот то, что вы, друзья, рисуете, я рекомендую не ругаться и не ругать свою работу. Почему? Потому что работа остается и проходит какое-то время. Мне говорят, вы знаете, а у меня работа... Я так же помню, высохнет работа. Да, я и хорошо нарисовала. То есть вот это обязательно нужно помнить о том, что вот это впечатление. Зато вот пройдут года, и Кира посмотрит на эту работу и сразу вспомнит, как мы сидели и рисовали дружно на камнях Алуптинского парка. Вот я не ошиблась сейчас. Друзья, приезжайте в гости к Кире. Она сердечно приглашает вас. У нее есть где разместиться. Я уже рассказала. И отведу вас порисовать. Да, вы сможете. Покажу красивые места. Да. У Киры, она потомственная, экскурсовод потомственный, потому что у нее мама. Она очень интересно рассказывает, очень любит этот город, она на нем родила. И знает здесь каждый уголок. Да, она очень интересно рассказывает. Поэтому, друзья, я просто рекомендую вам... Кто ищет места до отпуска, перешите Кире, забронируйте чудесный домик. До 15 июня, правда, занято. До 15 июня занято. Вот после 15 июня, когда заранее можете забронировать. А море нагреется? Да, чудесно. А море вот здесь вот рядышком совсем. Да, здесь недалеко и очень красивый город, старинный. Да, мы были вчера в Доме культуры, посещали открытие выставки, на которой наша Кира... Посвящена, посвящена глицине. Глицине. Глицине, многие не знают. Многие знают глицерин. Почему? Потому что я, например, 59 лет. Я даже не знала, что это за растение. Я думала, это где-то в странах дальних. И была поражена, что когда я в Крыму увидела глициню, я стояла на полчаса, открыв рот. И вот они рисуют. Нет, я не могла, что оно пахнет. Вот я стояла, не могла отвести глаз. А у них выставка вчера в новом обновленном Доме культуры. Дом культуры у них. И у них выставка посвящена вот этому замечательному цветку. И Кирина, работа тоже чудесная. Вот мы нарисовали под опадик. Шикарно. Вот здесь нужно... Можно карандашиком замазать по краям. Конечно, ровненько обрезать надо. И... Это паспорту. Да, для палитры. Да. А это каляки-маляки. Вот она тоже рисовала. Здесь мы так же сделаем. Рисовать ничего не будем. Посмотрите, какие красивые скалы. Посмотрите, как хорошо. Мы просто нарисуем немножко здесь волны. Здесь дело в том, что... Самому... 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 Беленькие. Потому что мы... Рябь была, а потом пошел дождь. Пошел дождь, дождь, дождь был. Ветер снижен. Или откуда калкает? Думаю, что это море. Ой, я говорю, откуда это льется? А Кира говорит, это... Море. Субтитры сделал DimaTorzok Море. Угу. Да. Третья. Третья. Да. Третья. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...